Добрый день, дамы и господа. Я посмотрел по программе недавно, у меня оказывается 10-минутное выступление, а не 15 минут, как у большинства участников. Это очень хорошо, я постараюсь уложиться в регламент. Когда я начинал готовиться к этой презентации, когда стало понятно, что нужно рассказывать о путях развития эквайринга в России, сначала я подошел к построению презентации достаточно традиционно. И первые несколько слайдов, слайдов 12 или 14, было посвящено тому, что такое компания InPass, какие мы успешны на нашем рынке, как много терминалов мы продаем, какие у нас есть подразделения, новости и так далее. Но в какой-то момент мне показалось, что большинству из вас это будет не очень интересно, потому что те, кто нас знают, с нами работают, те и так это знают. А те немногие, кто с нами еще не работают, в принципе, могут очень легко получить эту информацию. Поэтому я, в общем-то, пропустил эту часть и подумал, что, наверное, я буду рассказывать о каких-то таких вот интересных статистических данных, о миссии карт в нашей стране, о том, как растет количество устройств, позволяющих принимать безналичную оплату, то, как эти цифры взаимосвязаны между собой. Но, в общем-то, на самом деле я, уже слыша многие презентации сегодняшнего дня, понял, что эта информация общедоступна, все ей владеют, все ей делятся, поэтому на этом я, в общем-то, тоже не буду останавливать свое внимание. Останавливать свое внимание немножко я буду на вот таком вот интересном графике, который я увидел при подготовке презентации и, на самом деле, который дал вторую часть названия моего сегодняшнего выступления. Испания или Индия. Почему именно Испания и Индия, а не, например, Китай и Соединенные Штаты Америки? Все достаточно просто. На самом деле Индия явным образом выделяется на этом графике. Подчеркну, что этот график показывает, какое количество посттерминалов установлено и функционирует в расчете на тысячу человек населения в стране. И Испания, ну, это мой персональный выбор, потому что Испания для меня на самом деле связана с одним очень интересным опытом в моей жизни. Несколько лет назад, конкретно три года тому назад, Испания стала первой страной, в которой я побывал в командировке. И... И... Испания для меня и... Продолжение следует...